Доброго времени суток, дамы и господа! Транслируя третий день контент увлекательного третьего сезона по 12 часов в день, люди заходят на стрим и спрашивают касательно того, как мне тот или иной класс, как он вообще чувствует себя в текущем сезоне и стоит ли на нём играть. Вопрос довольно-таки интересный, а касательно ответа нет однозначного ответа. Суть в том, что разные изменения могут произойти в разные даты. К примеру, если мы посмотрим на изменения текущей недели, то в четверг утром просто-напросто взяли и понерфили БМ Хантов, на сколько им там урон порезали? На 25-30%. Показательная порка, не правда ли? Показательная казнь, назовём это так. Обычно, когда идут какие-то изменения классов, то они делаются в среду, но тут решили хатфиксом просто шлёпнуть и убавить им урон. Быть может, в ближайшее время будут вновь какие-то правки, которые повлекут изменения в мифик плюс формате и рейдах, поэтому рассмотрим ресурс, который поможет вам самим извлекать всю эту информацию. Первый ресурс, который я вам порекомендую, замечательнейший сайт, которым пользуюсь уже несколько лет, а именно subcreation.net. На этом сайте можно глянуть не только, какой класс на текущий момент хорош, для каких-либо аффиксов, например, а ещё и можно глянуть, какой на текущий момент хороший данж в системе мифик плюс конкретно под эти модификаторы. К примеру, если мы внимательно рассмотрим, то увидим, что подъём, верхняя часть Рассвета Бесконечности, тир F, наисложнейший данж, чуть легче трон приливов. Самый лёгкий данж — это Аталдазар. Также можно глянуть ещё информацию по рейдам, например, Амирдрасил. Кликаем, жмём Героек и изучаем мету дамагеров, кто хорош, кто похуже. Также по танкам можно глянуть всю информацию. И, конечно же, по хилам. Всё смотрим, всё изучаем. Можно по всем боссам, можно по, например, чисто Смолдерону. Соло-таргетный босс. И изучаем абсолютно всё-всё-всё. Второй сайт, который я вам посоветую — Raider.o. Полный объём информации, много-много всего. Можно глянуть абсолютно все пройденные в таймер подземелья, каким сетапом это было сделано. Тут также имеется красивый график. Он в скором времени обязательно появится. Например, такова была популяция классов во втором сезоне. Можно глянуть всё попроцентно. А в третьем сезоне пока что её нет. Мало времени прошло. Конечно, 24-й ключ — это слишком много для обычного игрока, который хочет там что-то на викле закрыть. Поэтому мы там спускаемся пониже, листаем странички, листаем-листаем, смотрим-изучаем. Например, откроем какую-нибудь страничку 19-ю. Тут всё равно ключи высокие. Откроем тогда страничку 40-ю. Всё равно многовато. Откроем чуточку глубже. Ну вот так уже пойдёт. Вот так уже что-то можно смотреть. В целом-то два садки закрывают разные сетапы. И рандомы, и нерандомы, и участники гильдии, и те, кто относительно недавно играет. Сезон не особо на текущий момент сложный, и требует какие-то нереальные штуки. От рандомов абсолютно ни к чему. Был свидетелем того, как в девятый ключ искали людей с двумя кусками сета минимум, при том, что это там вообще абсолютно ни к чему. Само собой оставлю эти обе ссылочки в описании, и уверен, опираясь на них, вы сможете лучше чувствовать себя в мире Варкрафта. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!